Здравствуйте, уважаемые соотечники! Завершаются последние дни карантина, и вроде бы 11 мая наши граждане должны выйти на работу. И я хочу на окануне всех этих событий рассказать вам о неких куклах и кукловодах, рассказать о том, что вы сейчас находитесь в новой политической ситуации. Собственно, в этом находится вся наша страна. Я все время озвучивал, что Нурсултан Назарбаев планирует назначить на должность президента Даригу Назарбаеву, и именно она должна была стать преемницей. Это его план, который он задумал давно. И, конечно же, были противники этой идеи, Но так устроен авторитарный режим, что возражений не терпит Назарбаев. И те люди, которые не были согласны с его планами, у них только оставался вариант подтачивать это решение разными приемами, приемами откладывать, придумывать разные аргументы, убеждать Назарбаева, что да, вы правы, но нужно чуть-чуть подождать. Давайте мы сделаем вот таким образом, так будет удобнее и правильнее. И, собственно, это привело к тому, что именно Такаев был назначен президентом Казахстана 9 июня. Его никто, как мы все понимаем, не избирал. Это было аргументировано Каримом Масимом, главой спецслужб, глава КМБ, и Тимуром Кулебаевым, что да, Дарига, безусловно, она заслуживает того, чтобы стать президентом страны, но сейчас будут возмущения в обществе, будет недовольство ведущих странах Европы и Америки, и поэтому мы давайте сделаем такой некий транзитный период, чтобы Дарига возглавила Сенат, стала вторым человеком в государстве. Вы, в свою очередь, Назарбаева, они говорят, через Совет Безопасности контролируете всю политическую ситуацию в стране, и при удобном моменте мы отодвигаем Такаева, и Дарига возглавляет. То есть, как бы создаем ситуацию, иллюзию, что не создается ханство, что это не монархический строй, что вот первый президент, он думает о будущем страны, именно не с точки зрения личного интереса, своей семьи, а именно вот как государственных. Собственно, вот под такую идею, и тем более, что шел шквал критики с нашей стороны, мы заранее озвучили планы Назарбаева, ну и Назарбаев обычно делает так, когда план его становится известный, он его старается затянуть, видоизменить, скорректировать. Вот, собственно, таким образом, Такаеву повезло, он стал президентом. Вот буквально короткий период участия именно на второй позиции в стране, должность председателя Сената, привел к тому, что, именно Даригу Назарбаеву, привел к тому, что она просто сама себя спалила, сгорела. Сгорела, пытаясь раньше времени выскочить на позицию, показать, что она умная, крутая, что она реформатор, что она вот легкую промышленность сможет реформировать. И, собственно, я недавно объяснял, что при распределении этих, так называемых, 10 миллиардов долларов, она проявила такую прыть, которая, по сути дела, наносила ущерб интересам самого Назарбаева, интересам всей семьи и группировки вокруг Назарбаева, когда она требовала, чтобы эти деньги прозрачно распределялись. И очевидно, что значительная часть перераспределилась бы среди других нуждающихся этих средств, и Тимуру Кулебаеву досталось бы меньше. Вот, собственно, эта вражда между Тимуром Кулебаевым и Даригой Назарбаева привел к тому, что в итоге она проиграла. Ну, знаете как, меня спрашивают, как же так? Назарбаев, у него были однозначные планы поставить Даригу, и как вот так получилось, что он был вынужден принять такое решение? Да, он был вынужден, потому что всеми своими действиями Дарига показала, что она не работает на именно семью Назарбаевых, в глобальном смысле, где семья Назарбаева, вы знаете, очень большая, и брат, и последний брак Назарбаева, третий, Влад Назарбаев, брат, сестры, родственники и все прочее, ему нужен человек, который бы с фамилией Назарбаев продолжал линию Назарбаева, защищал интересы этой семьи, и, что называется, продолжал бы дело Назарбаева, и Дарига себя в этом смысле не проявила, а проявила себя как сбалочная девочка в возрасте 57 лет, что называется, когда 57 лет и ума нет, вот она себя проявила как пятилетняя девочка, у которой ума нет, выросла до стольки лет, вот, и наломала дров, собственно, это принудило Назарбаева принять решение, потому что если бы он эти деньги не влил в Халыкбанк, то Халыкбанк развалился бы, там был бы штурм вкладчиков, соответственно, это привело бы к панике и в других банках, и, по сути дела, миллионы человек вышли бы на улицу и снесли бы этот режим. Вот такие вот глупые решения этой девушки, так называемой, с бабушной возрасте 57 лет, привело к тому, что он был бы вынужден отстранить Даригу Назарбаева. И вот, смотрите, как получилось. То есть, планы Назарбаева разрушились, теперь у него нет вариантов, чтобы фактически думать уже над другим вариантом перераспределения власти в пользу своего реального преемника. Конечно, вот здесь я знаю, что в интернете очень многие люди думают, а как же Самат Абиш? Самат Абиш это миф, вы его даже не сможете понять, и кроме фотографий в интернете вы ничего о нем не узнаете. Или там мне говорят, вот Харяц Атабалды, его племянник. У Назарбаева был единственный кандидат Дарига Назарбаева, именно по линии Назарбаевых. И на фоне всех остальных племянников, родственников с фамилиями Назарбаев или по линии Назарбаевых, на их фоне можно так сказать, что Дарига Назарбаева выглядела как лауреат Нобелевской премии. Вот представьте себе уровень этих людей, что если Дарига, наша хромая курица, на их фоне выглядела лауреатом Нобелевской премии. Понятно, что эти люди не могут два слова нормально связать, и если бы даже он их назначил, а он мог назначить на эту позицию, то они бы наломали бы больше дров, чем даже Дарига. Ну и давайте откровенно говорить. До последнего момента, во всяком случае, предыдущий период показывает, что людей готовых выйти на протест не десятки и не сотни тысяч, отдельные тысячи. У нас были митинги, когда были 10 тысяч, 15 тысяч, разное количество, но не было, чтобы на этих митингах были десятки тысяч. И в этих условиях, конечно, Назарбаев вполне может поставить на позицию президента даже своего коня. Это мы все должны осознать. Когда кто-то говорит, что вот, если Даригу поставят, мы пойдем все снесем, вы просто лжете сами себе. Еще раз. До последнего момента была такая ситуация, когда Назарбаев мог поставить на позицию президента своего коня. Я надеюсь, что эта ситуация не сохраняется, но это покажет ситуацию после карантина, когда мы призовем наших граждан на массовый митинг протеста против действующего режима султана Назарбаева. Итак, собственно, эта сбалочная курица нанесла сама себе удар, Назарбаев был вынужден отстранить. И теперь смотрите, если все его родственники не соответствуют ожидаемому уровню, будущего руководителя страны, что им остается делать? Ему уже 80 лет. Он не может среди своих родственников взять какого-то 20-летнего и 10 лет его выращивать, как это было с Даригой, как он ее возил с королевой Англией, с императором Японии, возил по всему миру, обучал. Но, что называется, не в коня корм. Не помогло. И вот поэтому сейчас, на самом деле, ключевая ситуация, когда Назарбаев думает, что же ему делать. А в реальности у него выбора нет. Выбора нет, потому что у него по линии Назарбаевых нет того человека, которого бы он мог назначить на позицию президента или уступить позицию председателя Совета Безопасности, чтобы он продолжал рулить страной, контролировать власть. И дело Назарбаевых, что называется, дальше бы жило. А в чем суть дела? Продолжать грабить нашу страну и контролировать власть еще там энное количество лет. Вот, собственно, эта задача Назарбаева. И до присутствия Дариги, когда Дарига была на позиции председателя Сената, эта парочка, Карим Масимов и Тимур Кулебаев, безусловно, принимали, влияли на Назарбаева. Такого рода влияния оказывали, что принимались именно те решения, которые им были нужны. Но, все-таки у них был противовес, оппонент в лице Дариги Назарбаевой, поэтому они очень аккуратно действовали. И в этом смысле Дарига была их оппонентом. Теперь, когда Дарига подставилась, у них оппонентов нет. И сложилась та самая ситуация, когда какое бы решение не хотел бы принять Назарбаева, а для того, чтобы это решение принять, нужно же исполнительно дать поручение. Он окружен людьми Карима Масимова и Тимура Кулебаева. И поэтому любое решение, которое он будет принимать, считайте, что это решение Карима Масимова и Тимура Кулебаева. Я хотел бы в этой связи более подробно рассказать о Кариме Масимове. Я знаю, что многие из вас имеют очень слабое о нем представление. Вообще же это странно. Человек был премьер-министром два раза. Он был премьер-министром с 2007 года до 2012 года, пять лет. Он был руководителем администрации два года, в 2012-2014 году, администрации президента. Затем в 2014-м году он опять стал после проведения выборов новых президентов он снова стал премьер-министром. И только в 2016-м году он стал председателем комитета национальной безопасности. Вот представьте себе, что человек столько лет занимает ключевые позиции в стране, а люди его не знают, что он из себя представляет. То есть это же нужно обладать определенным искусством, чтобы находиться на вторых ролях, а должность премьер-министра это вторая позиция в стране, на самом деле, реальная. То есть это премьер-министр обладает рычагами, финансовыми, различными другими. Ну, и это реально по влиянию второй человек в стране. Хотя по конституции четвертый, но в реальности второй человек в стране. И вот представьте, вы его не слышали, не видели и не знаете толком, что он из себя представляет. То есть вы понимаете, что это насколько нужно обладать необходимыми такими качествами, чтобы жить в тени Нурсултана Назарбаева, не светить, не проявлять себя, чтобы Назарбаев не испугался, что он же солнце, как же его может кто-то затмить, чтобы его не ликвидировали. То есть у него были те самые необходимые качества, которые позволяли ему так долго держаться во власти. И вспомните, 2007-2012 год это был тот период, когда, например, в 2009 году была проведена девальвация. В 2008 году и 2009 году фактически произошел сильный удар по банковской системе. В феврале 2009 года был захвачен БТА-банк. Затем позже был фактически отобран коском у владельцев и передан Тимур Кулебаеву. И все это делалось на самом деле при прямом участии Кариме Масимовой. При нем было две девальвации. Он был один из так называемых разработчиков 30 корпоративных лидеров. Якобы будет новая индустриальная политика, 30 корпоративных промышленных лидеров, якобы валовой доход страны увеличится до 300 миллиардов долларов. Все это конечно оказалось пылью. Куда-то 30 корпоративных лидеров пропало. Ленточки разрезали много раз руками Назарбаева. Но эти предприятия так и не заработали. На должности премьер-министра Карим Масимов проявил самые плохие качества, которые вообще существуют как премьер-министр. Он практически развалил все, к чему не прикасался. Но тем не менее он оставался премьер-министром 5 лет. Больше не было в стране у нас ни одного премьер-министра, который продержался вот 5 лет. Это о чем-то говорит. И при этом проводились две девальвации. Банки валились. Я вам могу в качестве примера сказать, что сейчас вся банковская система страны, вся объединенная, выдала кредиты компаниями населению всего лишь на сумму около 50 миллиардов долларов США. А в 2008 году всего лишь два банка ведущих, БТА Банк и Казком выдали аналогичную сумму, даже больше чем 50 миллиардов долларов. То есть после того, как в 2009 году руками Карима Масимова, а он был премьер-министром, были захвачены банки БТА, впоследствии Казком, бизнес в стране резко сжался, банковские ставки, процентные ставки поднялись. Международный рынок для Казахстана сейчас по сути закрыт. международные кредиторы, международные банки, они уже боятся давать деньги Казахстан, потому что нарушаются права собственности, потому что Назарбаев захватывает собственность, и когда инвесторы вливают деньги, они теряют деньги. Это к чему привело? То, что сейчас наш банковский сектор сжался, деньги они используют только те, которые берут у населения и юридических лиц в качестве вклада, раньше наши банки гигантские деньги, практически в два раза больше, ну 60% денег, которое вообще имелось в системе Казахстана, денежной системе, все привлекалось из-за рубежа. Сейчас такой возможности нет, это дело рук Карима Масимова вместе с Тимуром Кулеваевым, которые думали захватив банки разбогатеть, а в итоге уронили экономику страны, бизнес сжался, у нас нет никакой диверсификации, новая отрасль экономик не развивается, то есть это дело рук Карима Масимова вместе с Тимуром Кулеваевым. И собственно вот эти девальвации, которые привели вас к обнищанию, те самые две ключевые девальвации, которые были особенно после 2009 года, это опять дело рук Карима Масимова и Тимура Кулеваева, которые после каждой девальвации зарабатывали сотни миллионов долларов как минимум, а в реальности миллиарды. И вот представьте себе такие разрушители присутствуют рядом с Назарбаевым, длительное время оказывают на него ключевое влияние кадры, министры, депутаты, партии, акимы, судьи, все назначения формируются и упаковываются Каримом Масимовым, чтобы вы понимали. Я ранее говорил, что такая эта мебель это действительно это человек, который вообще ничего способен делать, он может только говорить о дружбе и вечной помощи, взаимопомощи, договорах каких-то, которые странно между собой подписывали, все. То есть он осуществляет протокольные представительские функции, поднимает бокал, пишет какие-то книги, рассказывает об успехах страны, больше ничего. И все его кадры тоже такие же протокольные характер носят, кого он расставляет, они ничего не умеют делать. Что делал Карим Масимов? Карим Масимов в этом смысле надо ему должное, при том всем, что он сам, конечно, прямо скажем, не талантив, экономику понимает плохо, но он мастер по интригам. И, конечно, он формирует свои кадры, он их расставил на всех уровнях власти, министрами, акимами, в администрацию Назарбаева, потому что он длительное время находится рядом с Назарбаевом, является наиболее доверенным человеком. С 16-го года он возглавляет самые влиятельные силовые службы страны, Комитет Национальной Безопасности. И я вам могу уверенно сказать, особенно с учетом его личного знания, я здесь не формирую какие-то догадки, не фантазирую, это просто знание. Еще раз хочу сказать, я не Ванга, я просто владею темой, предметом того, что озвучиваем. И в этом смысле я вам могу сразу сказать, может разочаровать, что Масимов реально сильно влияет на Назарбаева, он реально расставил людей, он миллиардер, управляет сотнями миллиардами Нурсултана Назарбаева, и конечно же Назарбаев часть этих денег, миллиардов, тоже ему, что называется, подарил. Это человек, который обладает гигантским состоянием, обладает огромным влиянием, он реально не мебель, это человек, который чисто любивый, он методично идет к позиции руководителя страны. Более того, я сразу хочу свою позицию заявить, Казахстан многонациональное государство, и выбор, кто будет премьер-министром или президентом, это решает народ. И сразу скажу, что когда я озвучу Карима Масимова, у нас находится немало людей, которые начинают нападать по национальному признаку. Я это все отвергаю. Более того, я считаю, что мы должны вести себя цивилизованно, быть цивилизованной страной, и все те, кто эту ноту начинает разыгрывать, он помогает власти, помогает режиму, разделять нашу страну на разных людей, по национальному, религиозному или другому признаку, и пока все между собой там ругаются, разбираются, эта власть находится в руках этой политической верхушки. И хочу вам напомнить, уважаемые друзья, всем тем, кто разыгрывает национальную карту, когда говорит, что Карим Уйгур, и поэтому он не будет во голове государства, я хочу сказать, что это делает люди, которые не знают, наверное, историю развития мира, не знают, что такое цивилизованное общество, не знают простые вещи, связанные с тем, что именно цивилизация, мир показывает успехи там, когда лучший оценивается не по национальному, религиозному или какому-то другому признаку родовому, а именно в первую очередь по профессиональным качествам, по преданности делу, и Америка это мой большой пример, когда многие в Америке считали, что черный не может прийти стать президентом Соединенных Штатов Америки, к власти пришел Барак Обама, притом вы знаете, что это один из умнейших людей, который является лауреатом Нобелевской премии, признан во всем мире, поэтому давайте так уважаемые друзья, вся эта риторика по национальному признаку должна быть отброшена, это нас заводит тупик, в этом формате двигался Гитлер, фашистская Германия, мы все прекрасно знаем, когда кого-то называют фашистом, это звучит как последнее оскорбление, так вот, Германия считала, что немцы высшие нации, что они исключительны и так далее, все это привело краху Германии, так было Южной Африке, когда делили люди по признаку белый-черный, мир это квалифицировал как апартеид, были введены санкции, экономика страны рухнула, в итоге все это было разрушено, нет там никакого апартеида, поэтому я призываю вас, уважаемые граждане, не использовать такую риторику, быть цивилизованными, умными людьми, мы должны построить сильное государство, мы единый народ, сразу скажу, и в этом контексте сразу я хочу объяснить, как двигается Карим Асимов, зная настроение в обществе, что вот только казах должен руководить страной, они самые умные, они самые талантливые, самые профессиональные, и первое, второе, именно народ должен на выборах определять и принимать свои решения, если они решат, что кто-то почему-то по национальному признаку не подходит, это не выражать свои возмущения и оскорбления, а просто приходить в урну и бросать бюллетень и голосовать. И Карим Анатарбаев это понимает, по сути дела начали манипулировать по сути национальностью, ну всем общеизвестно, что Карим Уйгур, я свою позицию сказал, что я считаю, что все национальности, которые живут в нашей стране, они граждане страны, они равные по правам и я всегда этого придерживался и буду придерживаться. А что сделал Карим Асимов? Понимаете настроение, он по сути начал подделывать свои документы и он сейчас там пишется, что казах. Понимаете, что человек вот так идет к власти, что по сути дела подделывает свои документы, свою историю, отказывается от своей родословной, от всего прочего. Это о многом уже говорит. О многом говорит и говорит о том, что это очень последовательный человек, который может переступить через что угодно. Я вам говорю, как человек, его хорошо знающий. Вот, собственно, теперь наступила ситуация, когда все прояснилось, все обнажилось. У этой группы, у двойки, у Карима Асимова и Тимура Кулебаева нет оппонентов. последний оппонент сама себе выстрелила в ноги, сбаломошная 50-летняя девочка, ее устранили, притом устранилась она сама, никто ее специально не устранял. Она все наломала дров своими руками. Теперь у нас возникает вопрос, а что же будет делать Назарбаев? Неужели он оставит Такаева? Нет, я объясню почему. Дело в том, что я не случайно Такаева называю мебель. Ну, видите, Карима-то я знаю давно, но я же его не называю мебелью. Я говорю, что он искусственный чиновник, он последовательный. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я такие эпитеты применял, озвучивая окружение Назарбаева? Я думаю, его не вспомните. А по Кариму и вот моя позиция не изменилась, я его знаю уже больше 20 лет, скажем так, лет 30, наверное. Итак, почему не Такаев? Объясню. Такаев ничего из себя не представляет, как я говорил. Он просто протокольный человек, просто подписывает бумаги и с такими отопыренными глазами, расширенными читает тексты, которые ему напишут. Все, на что он способен. И когда завтра не станет Назарбаева, вы понимаете, что он не сможет управлять страной, не сможет продолжить ситуацию, связанную именно со стабильностью жизни семьи Назарбаева, чтобы они оставались миллиардерами, чтобы они также продолжались пастись в Казахстане и зарабатывать миллиарды долларов, в кавычке зарабатывать, красть. Он быстро потеряет власть, им будут манипулировать, он вообще никто. И, конечно же, на позиции первого руководителя страны ему нужен человек, который, как он считает, удержит эту власть. И Карим Масимов дважды был премьер-министром, был руководителем администрации президента. На взгляд Назарбаева он все эти качества проявил. Более того, он управляет миллиардами Назарбаева, он в хороших отношениях с Тимуром Кулебаевым, зятем. И вот, собственно, для него сейчас самым доверенным человеком и реальным последним кандидатом остается Карим Масимов. Вы меня спросите, а почему не Тимур Кулебаев? Ну, я вам озвучу то, что политическая верхушка, крупный бизнес все знают. Тимур Кулебаев, он не может работать системно. Он нахватал огромные активы, огромное богатство и расставил везде своих людей. Жизнь у него такая, он постоянно, извините за это слово, другого слова нет, бухает, гуляет, ему эшелонок привозят, эшелоном привозят разных девочек с самолетами, поездами, машинами. У него такая праздная жизнь. Иногда, когда он уходит в сильные загулы, не то, что иногда, частенько, постоянно, в этих загулах он нюхает кокаин, ну как такой человек может рулить страной. И Назарбаев знает обо всех его пристрастиях, знает, что он не готов и не может работать системно, каждый день утром приходить на работу и реально управлять государством. Ну и потом, у него масса таких приключений, таких как Гога-Ашхенази, где он миллиардами выкатывает деньги. Ну понятно, что такому человеку нельзя доверять государству. И вот, собственно, у Назарбаева сейчас нет выбора. у него остался последний человек, Карим Асимов. Как произойдет передача власти? Конечно же, сейчас Назарбаев, ну мне говорят, вот он, наверное, там полумертвый и так далее, манипулирует, нет, уважаемые друзья, вокруг него ходит огромное количество охранников, обслуживающих, персонал и так далее. если бы это была ситуация таким образом, даже одного дня эта информация не продержалась бы. Даже день. То есть, все это бы ушло информационное пространство, мы уже знали бы, что Назарбаев, что называется, кончился. Да, лечится, да, у него проблемы со здоровьем, но он вполне себе в здравом уме. Но ему надо выстроить такую политическую конструкцию власти, чтобы он теперь уже ясно и четко передал власть тому человеку, который реально, на его взгляд, справится с управлением государством. Для этого ему не нужно ставить на должность позиции президента Казахстана, потому что президент Казахстана номинальной фигуры он может только каким районом назначать своим указом. Ему нужно назначить этого человека на позицию председателя Совета Безопасности и лидера партии Нуратан. Партия Нуратан назначает правительство, потому что депутаты из партии Нуратан находятся в парламенте. Председатель Совета Безопасности контролирует всех силовиков Комитет Национальной Безопасности, Министр Внутренних Дел все подотчетны ему по Конституции. Поэтому достаточно Конституции буквально вписать, что после Ельбасы является вторым человеком специальный генерал-лейтенант Национальной Безопасности Карим Масимов. Все. Вот представляете, что даже человек не будет участвовать на выборах, даже вы за него не будете голосовать, тем не менее он будет являться первым человеком государстве. Вы, конечно, будете удивляться, вот какой хитрый и умный Назарбаев. Отнюдь. Такая модель существует в Иране, когда Айатала Хамени духовный лидер, он стоит над всей властью, а президент каждый несколько лет меняется, люди голосуют, выбирают, но это по сути премьер-министр страны, президент Ирана. Так было в Китае, когда Дэн Сиапин уже в таком очень преклонном возрасте отодвинулся в сторону и фактически контролировал силовые службы страны и умер в возрасте более 90 лет. 91, по-моему. Поэтому такая модель в мире уже давно существует. Авторитарные системы так выстраивают, сажают внизу исполнителя и он как бы контролирует главные силовые службы и как некий духовный лидер. Поэтому собственно мы сейчас перед ситуацией, когда у Назарбаева не осталось выбора, дочка все выпало, все остальные родственники по сравнению с ними, если Дариган Назарбаева что называется лауреат Нобелевской премии, а мы говорим что она такая хромая курица, которая вообще не дружит с головой, но что остается делать Назарбаеву? У него выбор сейчас простой, ставит Карима Васимова. Что мешает сейчас этой власти чтобы реализовать этот план? Первое, самое главное мешает народ. Дело в том, что политическая ситуация последний год сильно изменилась, как минимум последний, реальный последний два-три года мы над этим активно работали, люди выходят на митинги и особенно сейчас в период карантина чувствуется массовый протест, негативные отношения к власти, все социальные сети звучат ругательствами в адрес Нурсултана Назарбаева. Такого никогда не было. Три года назад, когда я начинал свою публичную деятельность, как минимум 50% все еще было тех, кто хвалил Назарбаева. Сейчас, если такой человек появляется, то его массово оплевывают все. Это нужно быть героем, чтобы сказать, что я поддерживаю Нурсултана Назарбаева. Совсем недавно нужно было быть героем, чтобы сказать, я против Нурсултана Назарбаева, а сейчас нужно быть героем, чтобы поддержать Нурсултана Назарбаева. Поэтому ситуация политической настроения в обществе настолько изменились, что это беспокоит, беспокоит эту двойку, в первую очередь Карима Масимова, потому что аналитические службы, разные институты, они находятся прямо в его ведении, в его подчинении. И сейчас, для того, чтобы сделать последний шаг, нужно надавить на гражданское общество таким образом, чтобы это общество было деморализовано и, что называется, вернуть ту ситуацию, когда он назначает хоть коня на должность президента и народ, что называется, живет своей жизнью. что будет делать этот режим? Что будет делать Карим Масимов, в первую очередь именно он, Тимур Кулебаев это просто подносчик патронов, денежных средств, людей и кадров, в первую очередь Карим Масимов. Они уже научились всегда управлять по принципу разделяй и властвуй. Это давняя традиция в авторитарных режимах. Нужно разделить общество и властвовать, стоять над теми, кто противоборствует между собой и не готов объединяться против действующего режима. То есть, если мы сейчас объеднимся, десятками тысяч выйдем на улицы, дни режима будут сочтены. И Карим Масимов это очень хорошо понимает. Что нужно сделать? Нужно, чтобы это общество между собой ругало, дралось по каким-то таким вопросам, которые для себя не считают важным, принципиальным. Ну, например, по языку будут говорить, что вот, кто не знает казахский язык, все, мы должны их выгнать, заставить. Ну, вы же помните, когда Назарбаев говорил, русскоязычная часть населения, говорил, если не будет меня, вам будет плохо, наши, так называемые националисты или нацпаты вас уничтожат. Нашим, так называемым нацпатам, нацпатам он говорил там что-нибудь свое, что вот только я создал казахское государство, я единственный, я ваш оплод, вы должны молиться на меня. Вообще, казахи жили всегда, лучше всех, такого не было никогда, чтобы так казахи процветали. эти все комментарии, цитаты, вы можете увидеть в интернете, все это забито. То есть, таким образом, он делил общество, сталкивал, и общество бурлило, между собой толкалось, и когда наступали дни выборов, многие шли толпами, только за Назарбаев, потому что не было конкурентов, потому что конкуренты уничтожались, сажались в тюрьмы, преследовались, или они по сути их убивали. Таких примеров немало. Вот этот принцип управления разделяй и властвуй. Что сейчас будет? Сейчас, после карантина, эта власть будет вбрасывать разные темы, разрушать межнациональные согласия, вносить раздор между разными национальностями, будут люди, которые будут говорить по тому, что их не устраивает языковая политика, и будут трения. Обязательно найдутся люди, которые будут запугивать нас, Китая, что вот якобы земли отдают Китаю, или что Китай хочет якобы присоединить Казахстан к себе, еще какие-то темы, их немало. И для этого будут двигать все эти темы подставные так называемые активисты или партии, или некие политики, которые вступили в сговор с султаном Назарбаевым и выполняют их поручения. Ну вот я сейчас вынужден озвучить, я этого никогда не делал, я внимательно за ним наблюдал. Такой есть человек, Акижан Кожигель, бывший премьер-министр Казахстана, который был период действительно противостояния с Назарбаевым, был в оппозиции, но с какого-то периода пропал с горизонтов и появляется ровно тогда, когда нужно возбудить общество или когда наступает какой-то ключевой момент. например, в прошлом году были выборы президента и он появился в Париже вместе с Бергеем Раскалеевым, бывшим Акимом Атаравовской в области, который многие годы верно служил Назарбаеву и начал заявлять о том, что вот Назарбаев неправильно строил страну, а где он раньше был, его долгие годы не было. Накануне до этого они объявили о создании так называемой Жанна-Казахстан и там вошли такие фигуранты как Косанов, некие Нацпаты, Айдасрым и так далее. Они появились в Брюсселе, мы их назвали Брюссельской капустой. Эта Брюссельская капуста сейчас полностью себя девальвировала. Косанов вы знаете кто такой, эти Нацпаты объявили о том, что они все, закрывают свою лавочку. Каждый раз, когда наступает накал в обществе, появляются люди типа Нарымбая. Осенью в прошлом году появился Мамай. Это те люди, которые работают на режим, взговоры с ними, что бы они ни говорили, вы это прекрасно видите, что режим не преследует их, просто имитирует. Актижан Кожигельн вообще договорился до того, что он с Назарбаевым встречался в 16-м году. Он договорился до того, что он тайно приезжал в Казахстан два раза. Ну, уважаемые друзья, мы знаем, что у нас граница дырявая, да? Но, чтобы Актижан Кожигельн два раза тайно прилетел, встретился со своей семьей, и эта информация никуда не ушла, ну, он точно не самоубийца. Поверьте мне, я его лично хорошо знаю. Поэтому, понимаете, все эти легенды, которые он озвучивает, они, по сути дела, перечеркивают его самого. То есть, он прямо показывает, что он сотрудничает, встречается, Назарбаева называет Нурике. То есть, если его речь послушать, видно, что он прямо играет с властью. То же самое Мамай, то же самое Нарымбай, некий блогер, который все время то за Касанова давайте голосовать, то давайте пойдем на партийные выборы. Это проекты власти. Я сегодня это открыто говорил. Если по Нарымбаю и по Мамаю я говорил раньше, однозначно, чтобы вы знали, это уже, что называется, вытащили из сундука пропавшим старым нафталином еще одного героя вытащили Акижана Кожигельна. И таких героев еще будет немало. Но я уверен, что наше общество сильно изменилось на такие провокации не будет поддаваться. И этим людям мы дадим должную оценку. Они сейчас будут делать разные вбросы, выступать, проявляться. И они проявляются в критический период, когда власть хочет провести какие-то изменения. В прошлом году это были выборы президента, а сейчас видно, что власть готовится к новым политическим переменам. и в первую очередь это будет не только парламентские выборы, это будет стоять вопрос обстраивания Карима Масимова фактически на высшую государственную должность страны. Нет, не президента страны. Вы все начинаете говорить нет, он не будет президентом и так далее. Нет, он будет просто председателем Совета безопасности страны, займет позицию вместо Назарбаева и Такаев просто будет его подчиненным. Ну, какая разница, одну мебель заменит на другую, пусть это сидит. Тем более, что оба учились в Китае, дружеские отношения, ну, еще не жалко, пусть сидит и подписывает, что ему сверху спустит. Вот, собственно, вот такая ситуация сейчас наступила, поэтому вы не думайте, что Назарбаев сейчас каких-то своих родственников двинет по прямой линии, мужской или женской, не важно, он это уже не сможет сделать, у него нет не только времени, но у него нет таких людей, даже такой же, как эта дурочка, хромая курица, дорога Назарбаева. Нет их. Вот, собственно, я хотел как раз объяснить, что мы сейчас находимся в очень ключевой, важной ситуации. Карим Асимов на финишной прямой, внимательно за ним наблюдайте, я тоже за ним внимательно наблюдаю, буду объяснять все действия, а наши действия должны быть очень простые. Эти люди крали десятками миллиардов долларов, по Тимуку, Кулюбаева, вы знаете, даже и говорить ничего не надо, в интернете множество информации о нем, вы прекрасно знаете, что он контролирует ключевые отрасли страны, что он миллиардами гребет и ему помогает в этом в первую очередь в том числе и Карим Асимов. Поэтому ничего не изменится, когда вы выйдете из карантина, жизнь ваша не улучшится, многие предприятия будут закрываться, Казмун Айгаз уже объявил о 25% сокращении, будут сокращения и в бюджетной сфере, бизнес у многих будет закрываться и все это вы почувствуете очень скоро, как только выйдете на работу, очень скоро, максимум в течение одного месяца, вы потеряете все последние свои надежды, когда вы сейчас себе говорите, сейчас карантин снимут, все у нас наладится, мы вернемся к старой жизни. Старой жизни уже не будет, потому что тот кризис экономический, который прошел по всему миру, он уже активно присутствует в нашей стране, будет девальвация, гигантская девальвация национальной валюты, наши банки будут падать и эти люди не умеющие ничего, как грабить и воровать миллиарды, они не в состоянии справиться с этими трудностями, поэтому у нас единственный выход взять судьбу страны, свою судьбу, свои руки, мы должны добиться того, чтобы этот режим пал и во главе страны стали умные, талантливые люди, которые в состоянии справятся с любыми проблемами, именно профессионалы, именно те, кто себя проявил в управлении государством, умении управлять экономикой, бизнесом и так далее, проявил волю и характер, боролся, боролся с этим режимом, вы их видите, их десятки, сотни в нашей стране, которых режим сейчас репрессирует, оказывает давление, потому что понимает, что эти люди придут во власть, эти люди на их фоне будут просто сильнейшими управленцами, эти люди думают о своем государстве, и они таким образом хотят устранить своих политических оппонентов, конкурентов, я уверен, что наших таких людей талантливых, сильных, много, вы их сами знаете, мы с этими трудностями легко справимся, потому что у нашей страны огромные возможности, огромные резервы, наш народ талантливый, умный, и мы без этой политической верхушки справимся с любыми трудностями, для этого нам нужно добиться смены этого политического строя, после того, как завершится карантин, мы объявим о дне проведения митинга, и все можно сделать очень быстро, потому что вы в течение какого-то срока, все те, кто еще надеются, что можно пережить, изменить, вы потеряете эту веру, вы убедитесь в моих прогнозах, и тогда вам нужно сделать всего лишь один шаг, прийти на место проведения митинга, участвовать вместе с нами, с тысячами, мы сменим этот политический строй и построим новую страну демократический Казахстан, Алга-Казахстан.